Наращивать не только производство сельхозпродукции, но и объемы ее переработки. Сегодня в Волгограде на базе одного из агропредприятий состоялось выездное совещание, посвященное вопросам развития перерабатывающей отрасли. По мнению областных властей, одним из возможных путей здесь является кооперация. Подробности у Екатерины Караваевой. В этом году волгоградские овощеводы добились рекордного результата. Урожай составил 180% к уровню прошлого года. Всего в регионе продано свыше 316 тысяч тонн продукции. В полтора раза возросли объемы реализации капусты, в два раза лука и в три раза моркови. Однако, вспоминают аграрии, в лучшие советские годы такие объемы были нормой. Поэтому сегодня стоит задача увеличивать производство овощной продукции с одновременным развитием инфраструктуры для ее хранения и переработки. Именно под такие проекты власти региона привлекают сейчас инвесторов. А еще прорабатывают возможность создания сельхозкооперативов. Кооперация участвует, с одной стороны, человек, который непосредственно производит продукцию на земле, с другой стороны, это человек, который может кредитовать производство данной продукции, третий, это может хранить, четвертый, это может перерабатывать, пятый, может продавать. Это перспективная, на самом деле, тема для развития. В 2015-2016 году такая программа, мы уверены, будет существовать на уровне федерации, и она обязательно будет существовать уже с 2015 года на территории Волгоградской области. Эту тему Андрей Бочаров обсуждал с аграриями в ходе недавней поездки в районы области. Правительству региона губернатор поставил задачу начать создание сельхозкооперативов. О том, как вести эту работу со специалистами, селянами и местными властями, первый вице-премьер Александр Беляев говорит на специальном совещании. 10 числа ноября мы начинаем обучение в сельхозуниверситете, и одно из первых занятий с главами сельских поселений, вы на всех совещаниях присутствовали, мы начинаем как раз с кооперации. Когда-то система кооперативов уже работала, причем весьма эффективно. Однако в 90-е годы она прекратила свое существование, как и колхозы. Теперь в Волгоградской области хотят эту систему восстановить. Кооперативам легче получать господдержку и участвовать в крупных программах. Сегодня товаропроизводитель, он оторван от сельхозпроизводителя, он оторван от сельхозпереработчика. И банковский бизнес, я считаю, в том числе. То есть получается так, что сельхозпереработчик ищет сырье, сельхозпроизводитель ищет, кому сбыть, а банковский сектор, он ищет, кому отдать деньги, чтобы вложить выгодно. То есть вот этих связей сегодня нет. И происходит так, что у нас есть сырье в Волгограде и Волгоградской области, а мы его покупаем где-нибудь в Краснодаре или в Ставрополе. В профильных областных ведомствах уже разработали план действия для создания сельхозкооперативов. Чтобы объединиться в них, потребуется не 50, как раньше, а всего 10 человек. При этом площадкой для новой структуры могут выступить уже действующие предприятия. Вот я предложил им здесь кооператив, чтобы возглавил царепто Помидорпром и пригласил к себе в кооператив производителей наших овощей. Это же сезонность продукции. В ближайшее время система сельхозкооперации в региональном АПК начнет внедряться на практике. Учитывая то, что в 2015 году губернатор Андрей Бочаров предложил в два раза увеличить бюджет отрасли, Волгоградские аграрии смогут рассчитывать на серьезную поддержку и организационную, и финансовую. Екатерина Кроваева, Андрей Стомин, телекомпания «Ахтуба».